Я рассмотрел урок, Владимир Тихонович, я, к сожалению, не знаю, как. Зовут брата. Так. Вам видно? Да, здравствуйте, видно. Добрый день. Здравствуйте. Я вас уже смотрю, наверное, вторую неделю, и у меня возникло очень много вопросов. Хорошо. У нас всё записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Знаете, я бы хотела... Ну, просто в интернет не знаю, потому что, ну, я бы хотела, может, посоветоваться с вами. Ну, советуйте. Мне тайны не надо, а открыто. Это людям многим это нужно. Хорошо. Вы согласны? Ну, согласна. Всё, давайте. Слушайте, говорите. Ну, я... Чтобы задавать эти вопросы, может, мне о себе немножко рассказать? Как хотите, только это открыто, я вас предупредил. Мы ещё они не вырезаем. Говорите, я сейчас... Хорошо. Я хочу сказать, что... Ладно. Ну, 20 лет назад, как вы называете, я пришла к Богу, и, ну, вы называете это сектой. Ну, пусть так и будет, оно может так и есть. Я не спорю даже близко. Ну, я на самом деле познакомилась серьёзно с Богом. Ну, я тоже, как вам сказать, попав в такую ситуацию, я увидела, что люди совсем другие. Всю свою жизнь, с детства, я просто тоже помню, что я боялась, что попаду в ад. Понимала, что Бог есть. С детства понимала, что я хоть и маленькая, но я грешница. У меня не было ни родителей верующих, ни бабушек, ни дедушек, никто мне не говорил ни о чём. Но если я где-то находила иконку, вставала на колени перед ней, ну, маленькая, помню, и всё просила. Боженька, дай мне то, Боженька, это дай. Вот всю свою жизнь потом сознательную я понимала, что Бог есть, а как его найти, не знала. И мы попали с мужем в очень сильную катастрофу, аварию. Мы на машине выбили груженое фуре, там одно колесо, и муж вылетел в лобовое стекло, оторвал, и у него почти не было ни одной травмы. Курет вылетел. Последние мои слова, которые я кричала, Господи, помоги, как бы увидела небо, вот засверкало, и машина остановилась у нас. Я уже думала, что я на том свете, а он ходит, и Наташка, Наташка зовёт меня. А я думаю, на том свете зовёт меня, что ли? Ну, я даже не могла поверить, что мы живые остались. И вот с тех пор я понимала, что что-то, ну, спас Господь же как-то. Ну, и, как вы говорите, православную церковь зайду, свечку поставлю. Вот какая зашла, такая вышла. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. Ничего не менялось. Библию читать не умела и не понимала, что её надо читать. Молитвы ни одной не знала. И получилось так, что родственники моего мужа, они вот пришли в такую секту. И они нам стали рассказывать о Боге. И мы однажды, это было в Самаре, и мы пошли на то служение. И хочу сказать, ну, как бы я увидела людей совсем других, у которых глаза любовью светятся, которые о других заботятся. И я как бы спросила, что у вас такое, чего... Если тебе Бог не объяснит, мы тебе не объясним. Я пришла домой тогда. Это было у его родственников, потому что мы сами уже в Беларуси жили. Встала на колени тогда, и у меня попалась брошюрка, где молитва покаяния была. Ну, я и не понимала, что это такое, но я думаю... И я три раза, помню, её прочитала. Говорю, Господи, ну, если ты есть, так я верю во всё это. И вечером... Ну, вот что со мной вечером произошло? У меня потекли слёзы, и я вдруг сказала, отец. И стала... Я никогда в жизни к Богу не обращалась, отец. И тут я отец, и стала ему рассказывать о себе всё. Ну, то, что не могла никому рассказать, ему всё рассказала. И вдруг я поняла, что всё мне прощено. Ну, и больше я жить так не хотела, как я жила. Ну, то есть произошло вот это... Ну, рождение... Я-то потом в Слове Божьем прочитала, что Духом Святым будете взывать Алла-Отче. Что именно Духом Святым я сказала отец, и стала ему всё о себе рассказывать. И когда приехала уже домой в Беларусь, то меня и сумасшедшие называли, глаза у меня стеклянные, блестят, и загипнотизировали. Я ещё и Библию не читала, я ещё и не понимала, но я уже не могла жить так, как жила. Ну, ну, как бы... И в это же время почти тоже произошло с моим мужем. Ну, как бы... Он утром тоже проснулся, обратился вот так к Богу, проснулся утром и говорит, что и небо голубым увидел там. Ну, он был алкогол... Ну, не сказать таким алкоголиком, как уже конченым. Но из-за этого мы хотели разводиться, и всё. И вот он и пить, и курить бросил, и семья у нас сохранилась. Ну, я о другом хочу сказать, что я-то приехала... А, там, когда я была, я сказала, что ещё нужно сделать? Я не поеду в Беларусь, пока они не узнают, что нужно ещё сделать. Ну, мне это моя родственница говорит, ну, и крещение мы ещё принимаем. Говорю, давайте быстрее крещение буду принимать. Она звонит пастырю, а он был баптистом, но он отделился. Вот как вы рассказываете, что делятся они, вот он отделился баптистом. Он был молодёжным служителем, и он отделился. И та церковь очень большая была, ну, в которой я... Ну, молилась, я уже дома, и... Ну, как бы дома-то. И она позвонила, говорит, моя родственница хочет, не хочет уезжать, хочет крещение принять. Он говорит, ну, так же нельзя, надо же какие-то курсы АВЦ пройти. Ну, вы знаете, о чём я говорю. Я говорю, я не могу уехать, мне некогда их проходить. Он пришёл домой, спросил у меня. Я не могла ни на один вопрос ответить. Ну, просто надо креститься, и всё. Они, ну, пойдём на Волгу. Я говорю, не пойду на Волгу, давайте здесь где-нибудь. Ну, они мне в ванной набрали воду. Я понимаю, что это, может, неправильно, но я его чуть ли не заставила это сделать. И он как бы шуткой говорит, ну, что я тебе за ноги... Да за что угодно, если надо, за ноги. Я аж не понимала, я Библию не читала. И вот он меня три раза во имя Отца, Сына и Святого Духа погрузил, всё. И я уехала спокойно. Муж у меня примерно то же самое у него произошло. И вот он тоже... У него было рождение свыше, это точно. Я тоже знаю. Потом мы стали читать Библию, и вдруг я её стала понимать. Если раньше ж я, ну... А тут телевизор я дома выключила, всё. Ну, как бы жизнь мне уже та неинтересна стала. Я всем везде про Бога говорила. Ну, меня сумасшедшие уже многие... С подругами со всеми я рассталась, потому что, ну, им неинтересно стало со мной. И друзья у мужа отошли все, и мы везде только про Бога рассказывали. Ну, просто я о чём хочу сказать, что, конечно, мы даже подумать не могли про православную церковь, потому что знала я того священника, который в нашем городе. Вот у нас здесь Сулцк, небольшой город. Ну, даже и мысли не было, что там, может быть, что-то... Просто читала Библию, старалась жить так, как там написано. Но в какой-то момент, когда я уже слишком много стала всё понимать, вот пришло вот это... Ну, много лет должно было пройти, когда я вот где-то, наверное, месяцев шесть-семь назад вдруг я просто поняла, что Бог мне сказал, что, думаешь, обогатилась, а сама нищая, нагая, ну, и глазную мази купи, и всё. И тогда я просто так на колени кинулась и у Бога просила. Ну, на самом деле, потому что вот это, как говорите, у сектантов тщеславие, вот оно, я признаюсь, это уже у меня было, потому что я видела недостатки всех, всех деноминаций. У нас, наверное, маленький город, 80 тысяч человек, а, наверное, шесть протестантских в церкве, если не семь. Ну, как бы, и все вот разные, все там, ну, вы понимаете, да? Я стала уже, наверное, где-то год назад смотреть православных священников. Вот мне очень нравился, да и нравится, я до сих пор смотрю, Головин есть такой в городе Волка, Владимир Головин. Вот я очень часто включаю его проповедь, но муж с мужем давно уже, и уже людям я перестала уже где-то как год говорить, что вот нужно в нашу церковь или в какую-то протестантскую. Я говорю, если вы православны, оставайтесь православным, соблюдайте все их эти, но читайте Библию. Ну, вот так я стала им рассказывать о себе, о себе, о себе, о Боге. И свое свидетельство рассказывала каждый раз, вспоминая вот этот первый день, когда я пришла к Богу, как я вот это почувствовала. Ну, просто вот то, что со мной недавно произошло, я поняла, что, ну, это Бог меня в такие условия, ну, запихнул, чтобы просто по милости своей, когда я поняла, что если я умру, я точно в ад пойду из-за того, что я вот такая, такая стала. Сейчас я отключу просто телефон, чтобы не звонили. И просто, ну, вот когда стала искать, наверное, вот где-то полгода назад я ходила по улице, вот у меня это местописание в голове крутилось и все, что ты, апостол Петр, и на сем камне поставлю церковь, врата до ее не долеют. Я стала думать про это, крутить в голове. И у меня вот это вот... Ну, понимала, что что-то здесь неправильно, что не могла понять. Ну, не такая умная и вообще женщина, сами понимаете, как с куриными мозгами. Ну, я стала у Бога просить за все, что, ну, как вот у сектантов же принято, что и женщина может учить, а так как Библию стала я понимать, и пастырь увидел, что это он просил меня и проповеди говорить, и от этого всего отреклась, и попросила у Бога прощения, потому что это не мое дело было, и вообще, ну, за все попросила прощения. Кто и на меня руки возлагал, это всего отреклась, и на кого сама возлагала, это всего отреклась. Сказала, Господи, все, что было не от Тебя, Дух Святой, сними, очисти. И вот когда я во всем этом была, наткнулась на Ваш именно сайт. И Вы очень много, ну, просветили, наверное, в том, что у меня душа болела. Вот. Ну, вот это все, что я себе сказала. Вот у меня вопрос, я могу же вопросы задать, или... Да. Или Вы... Вы сейчас в каком городе живете? Под Минском, город Слуцк, 100 километров от Минска. А это где Владимир Головин, Вы с ним встречались? Нет, мы просто... Я по интернету его нашла. И он, получилось, что в Ульяновске... Мы с мужем познакомились, он сам из Самары. Мы... Я в Ульяновске работала, ну, по направлению там... 28 лет назад мы с ним поженились. Я просто меня туда... Я закончила технику, меня туда отправили. Мы с мужем там познакомились, и в церкви венчались там православные. Ну, хотя мы и блудники были, но мы потом расписались же. И пошли повенчали. Ну, как бы старались... Ну, Вы понимаете, что... Как могли, как... Как понимали? Я понимаю, что мы были это... Ну, я не хочу, но... Хорошо, говорите Ваш вопрос. Вот. Вот, смотрите. Вот если бы я, например, вот как пришла к Богу, тогда сразу, как я Вам рассказала, и умерла. Ну, я же вот получила... Я знаю, что рождение свыше я получила. Я не могла получить спасение? Вне церкви нет спасения. Вот это... Запомните эту фразу. Не, ну, вот смотрите. Хорошо. Вот у меня три вопроса. Вот я просто думала. Вот я... Ну, так получилось. Ну, вот не было никого, не было церкви. Вот пришла я... Всякие призывающие имя Господня спасутся. Вот я его призвала. И вот эта авария там... Ну, неважно. Разбойник на кресте, он же не успел присоединиться к церкви. Момент, на который Вы ссылаетесь, это было до церкви. Церкви не было на земле. И когда у христиан такое случалось, то церковь постановила признавать крещение в крови своей. Он обратился прямо на эшафоте. Такое бывает. Хорошо. А когда человек имел возможность и не стал принимать там таинство крещения, то это другой вопрос. Потом... Ну, меня же в детстве крестили. Ну, как бы, в православии, всё как положено. Ну, я же понимаю, как Вы тоже к этому относитесь. Я не о том. Потом вот ещё... Помните... Мне просто некогда было найти этого... Оно тоже у меня всё время крутилось в голове, это местописание. Уже когда я смотрела Ваши ролики. Помните, ученики ходили с Иисусом Христом, и говорят, там некто ходит, тоже о тебе говорит. Он говорит, не трогайте его, кто меня не пулит, кто ты... Ну, я дословно не помню, но Вы поняли, о чём я говорю, конечно. Речь шла не о спасении, а о том, чтобы не мешали проповеди. О спасении там нету даже намёка. Хорошо. Вне церкви нет спасения. А церковь... Вот сейчас мы спросим, когда баптисты основались? В 1609. В 1609. Православные когда? В 33-м году. В 33-м, когда Христос умер на кресте и воскрес, уже православная церковь от него пошла. А остальные это... Литеране 1517 год. Ну, полторы тысячи лет прошло, и они возникают. Какая это церковь? Он не сказал, об основе церкви создам, но одну церковь, одна. И в ней должны быть епископы рукоположицы. Этого нет, это всё выдумка. Каждый сам по себе. Ещё про Евнуха, который Филипп Евнукову проповедовал. Написано, крестил его, и потом Дух Святой на него сошёл, и Евнух поехал. Я так понимаю, где там была церковь, куда он поехал? Никуда не поехал, никакой церкви там не было. Он первый, кто обратился. А через него сегодня эфиопы верующие. Эфиопская церковь. Да, да, да. А кто его рукоположил, Евнукова? А мы знаем там, какие были апостолы. Его биография, мы смотрим, называется «Житие святых», 12 книг. Там подробно описывается, как он приехал, кто там был, как образовалась церковь, как пришли апостолы, рукоположили пресвятеров, епископов. Вот как. А обратиться может человек через любое действие, через солнце и луну смотреть и обратиться. А уверовать во Христа от любого, лишь бы он принял, что Христос умер за него. Как Евнук сказал. А церковь без епископов никак не может быть. Христос так установил. Иначе зачем бы он 12 апостолов избирал, а они ставили епископов? К Титу 1.5 и говорит, чтобы ты завершил недоконченно, рукоположил епископов. Послание к Титу 1.5. Вот у меня вопрос такой. Хорошо у вас. У вас брат стал священником. Вы знаете, что он хороший священник. Ну вот я просто знаю, какие у нас, как я могу пойти. Вы просто одной девушке, я смотрела. И читали ей там пророчество о том, что в последнее время в православии. Что даже там причастие там... Я просто не могла запомнить. У меня столько информации уже в голове, когда я очень много ваших роликов за две недели просмотрела. О том, что святое причастие, что оттуда и лягушки, и по их одежде, по этой священному... Это видение было, видение. Да, 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 я понимаю. Это видение Яну Хронштадтскому. И что нельзя и причастие принимать. Когда и где будет, мы не знаем. Господь покажет. Пока мы не показываем, где, а как мы можем знать. Ему это видение было, и оно запечатлено. Хорошо. Вы же всех знаете. Ну, как бы, вот, может... Я действительно склонилась к тому, чтобы... Потому что нужна церковь для спасения. И еще только мой муж... Мой муж, он никого не мог смотреть, а ваши ролики он включает перед сном. И поэтому я просто думаю, он согласился, чтобы я с вами поговорила. Я очень бы хотела... Ну, бы с ним беседовали. Потому что я одна не могу просто взять. И это у меня будет такой скандал. Это я даже не представляю, что это будет. Для меня это... Хотя он уже... Он даже всем уже начинает проповедовать. Что, смотрите, там, Игнатия Лапкина. Ну, много чего. Но... Ну, нужно какой-то... Вот я боюсь пойти в православие. Там меня заставят эти мощи целовать. Я же понимаю, это не... Никто не заставляет. Вы напрасно говорите. Никто не заставляет. Или, например, мою... Вот у меня есть же молитва, когда я могу просто поговорить с Богом. А тут надо будет только этими молитвами. Но я, наверное, что-то не понимаю. Но это тоже неправда. Что именно только этими такого закона нет. Вы можете молиться по молитвослову и своими словами. У вас одно за другим вопросы отпадают. К мощам вас никто толкать не толкает. Вы можете не подходить. Это ваше дело. Но только знайте, что через мощи Бог подает исцеление. Мы знаем, мощи Елисея коснулись. Я знаю, знаю. Да, да, да. Я это помню. Никто никуда не толкает. И своими словами молитесь. Мы каждый день молимся. И своими словами. Что еще хотелось спросить? Вот. О свинине. Вы вообще кушаете свинину? Нет. Мы в рот мяса не берем никакого. Вообще никакого мяса? Никакого. Это грех кушать мясо? Нет, не грех. Просто для воздержания. Мне лишнее не надо. У меня одни мускулы и ничего больше нет. Нет, просто меня вопрос очень о свинине волновал. У нас у православных не запрещено это. Написано, что всякое творение Божие хорошо. И ничто не предусвидительное, если принимается с благодарением молитвы. Ибо освящается Словом Божьим и молитвой. Павел говорит. Но. Павел говорит, что не буду есть мясо, чтобы не подать соблазн. Мы знаем, что свинину не едят 2 миллиарда мусульман. Разные сектанты не едят. Еще ради я буду. Мне это даже неприятно. Свиноедом будут называть. Я не... У нас... Вот мы едим, у нас только овощи. И мы все работаем, все работаем. Вы если посмотрите дальше ролики, вы увидите, сколько мы там работаем. И на дороге сделаем там, и пруды, и все время вручную пили мы. Вот Володя колет, дрова там нанимаются. А мясного у нас не бывает. Но мы посты все строго соблюдаем. Строго. Вот сегодня пятница. Вот сегодня нету растительного масла. И у нас на столе его нету. Совершенно нету. Ну, картошки нарезали там, у него гречка. Он варит у меня, каши варит. Мы двое здесь живем. А завтра, завтра разрешается молочное, мясное, яйца там. А у нас этого нету. Когда привозят молочное, там покупают еще. А мясного у нас никогда не бывает. Рыба разрешается. На это есть... Вот я вам дам, допустим, скину материал, чтобы вы знали где. Там к истинному православию на сайте книга. К истинному православию. И там в оглавление зайди, опасти. Там все написано. Надо придерживаться, как Святая Православная Церковь установила. Это все для нашей пользы. Вот сейчас будет рождественский пост 28 ноября. А вот что обязательные? Какие обязательные посты? Я так понимаю, великий пост? Все обязательные. Все. Четыре поста продолжительных. И среда и пятница почти круглый год. Ну, среда и пять? Я когда скину вам, и вы там откроете, вы запишите сайт. На сайте, там есть форум, сайт, ютуб. На сайте, там моя книга открыта к истинному православию. Вы откнете, оглавление идет о посте. Вот теперь считайте. Книги это можно приобрести, чтобы листами можно было считать. Полное толкование на Новый Завет. Протестанты они толкования не знают. Если они от Бога, почему их сегодня больше, чем 20 тысяч разных названий? И каждый говорит, я с Богом. Христос так не учил. Деяние апостола 14.23. Чтобы ты рукоположил, и присвятировал в каждой церкви. А они сами себя крестили, сами себя рукоположили, но это детская игра. Это самый страшный грех, какой был на земле. Числа, мы считаем, 16 глава. Дафан на Вероной Кореи живьем в ад сходит. Это не мы говорим. Господь сказал нам, мы говорим, смотрите, это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. Обязательно идите в церковь. Обязательно. Я понимаю, что надо идти в церковь. А мне крещение перекрещиваться? Не надо. Зачем? Если вы крещеная, вам и не надо было ничего. В детстве меня крестили. Но правильно, если вас крестили в детстве, то так. А вы говорите, какой там с вами был? Нет, да, потом уже, потом. Я же понимала, что... В Ване-то три раза. У них нету три раза. У них только один раз погружают. Нет, три раза. Нету один раз. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это они сразу говорят, Отца и Сына и Святого Духа. И крестят, один раз погружают. У них нету три раза. Это у православных. Нет, так я же 20 лет в этой, как вы говорите, секте. Я же видела, знаю, даже у меня муж принимал сам крещение, так как он служитель. Вот что он делает. Как их звать? Как название? Как название секты этой? Ну, присятники. Ну, это самое плохие. Три погружения у них никогда не было. Вы просто забыли. Так как я забыла, если у меня муж вот недавно принимал крещение? Ну, они меняются, говорится, меняются. Может быть, что-то придумали опять. Так же, и даже читая в Библии, мы увидели, что в оставлении грехов и последнего человека, которого муж крестил, то он три раза погружал и в оставление грехов. Да. А они в это не верят. Они не верят. Вы просто мало знакомы с ними. Пятидесятники ушли очень далеко от баптистов еще дальше. Пятидещество для меня это духовная родина. Я там получил Библию. Я не был пятидесятником, но Библию я получил у них в 62-м году. Ну, я у них получила Библию, которую вот я до сих пор, уже 20 лет, и я ее одну, она уже и листики вырываются, и вся она у меня. Ну, я ее 20 лет, вот я ее так и читаю. Вся щеркана. Ну, не в этом дело. Дело в том, что вот меня очень коснулись ваши эти слова по Писанию о том, что у рукоположения. Рукоположение должно быть от апостолов. Апостолы поставил Христос. Дальше. Апостолы и епископов. Они получают благодать через это. Благодать передается через рукоположение. А у сектантов его нету. Это благодать освящающая. Помните, вы еще этой же девушке читали там в этих пророчествах, видениях, что в последнее время могут восстать люди, простые, миряне. Да. И вы сказали, что это я, грубо говоря, вы себя увидели там. Ну, по сути, определенно, прямо, я считаю, Сергий, он говорит. Я не имею никакого, никакое абсолютно звание церкви у меня нету. Но мне Бог это открыл, я несу, и люди пробуждаются. Мне Бог дал это, я не скрываю этот дар. Ну, я не о том. Вы же понимаете, что Бог всемогущий, что хочет, то дядь. Вот раз, и выросла еще одна век. Вот как Павла кого-то. Ну, понимаете, мы с вами будем... Я говорю, что из этих вот всех нет, даже близко. Может ли это быть? Вообще, возможно. Бог, вопреки, сам себя не может. Бог всемогущий, но он не все может. Он не может отречься самого себя, написано. Бог отречься не может. И Бог установил порядок определенный. Ну, Бог все делает. Муж глава, а жена подчиненная. Не может быть, советская власть не могла сделать равной мужчину и женщину. А я хочу, чтобы я была равной. Не получится, ты будешь одна жить. Под каблучником лучше не родиться. Бог так установил. Бог все может. Ну, правильно, ночью луна, днем солнце. Но Бог может наоборот сделать. Но он не делает это, потому что он сотворил, и все хорошо, и весьма хорошо. Это этим играть не надо. Бог все может. А почему он должен прихоти исполнять? Вот я сижу дома, но наша улица, вот где я сейчас сижу здесь, она от проспекта, где автобусы идут. Нужно идти туда минут десять. Ну, Бог может сделать так, чтобы на нашей улице была остановка, и автобусы сюда подходили? Может. Ну, зачем Бога искушать? Бог может сделать так, что за мной будет заходить и меня приглашать, и на носилках туда выносить? Бог может. Но мы не в своем уме. Зачем мы будем это просить? Этим играть нельзя. Бог установил определенный порядок. Так существует лето, после лета осень, а потом зима. Не бывает так летом, а сразу зима. Бог установил день и ночь, и написано, это будет до кончины века. И Бог так сотворил, и отречься себя не может. И вот так и церковь установил. Епископы, пресвитеры, диаконы. Все, три. Три ступени. А без них нет церкви. Мы просто собрались, и да, мы можем уверовать, родиться свыше, мы можем. Но спасение нам не обещано. Христос придет за церковью. За церковью, не за сектами. Церковь, которую он основал в первом веке. И не сказал, теперь придет время, и будет вторая церковь, третья, пятая, тысячная. Этого нет нигде, это выдумка, это лукавость. Сатана делает, раздробляет, сеет, как пшеницу, говорит. Ну вот, вы же сами сказали, что муж глава семьи. Я могу пойти сама? Можете куда, в церковь? Ну, вот он будет против, например. Нет, нет, а в вопросе духовном здесь уже вы не можете рисковать. Если муж не идет, и он, допустим, свернулся, Господь, говорит, возводит женщину на кафедру. Она может подсказать ему. Кафедра умственная, как бы, и все. Он скажет, я хочу, чтобы ты не верила. Но кто любит отца, мать, мужа больше, чем Бога, недостоин меня, Господь говорит. Недостоин. Он не может препятствовать. Ты молись. И он не будет препятствовать. А вы не, ну, вот когда, он же согласится, завтра, он просто сегодня поздно приедет. Он разрешил поговорить, только вот это вот, что в интернет выйдет. Для меня это будет, если он увидит, то это будет. Ну, а что он увидит? Что плохого-то увидит? Мы договорились. Что плохого-то в этом? Мы что-то сделали неладное? Какую-то тайну открыли? Иди не в этом дело. Ну, вот он, когда я ему говорю что-нибудь о том, что нужно... Вот смотрите, нужно ли мне, вот я 20 лет назад, как пришла к Богу, но такой же исповеди не было, кроме как я Богу рассказала все в слезах, но нужно ли мне, вот сейчас, придя в православную церковь, вот то все, потому что уже потом, после этого, я не грешила теми грешками. Но теми не грешила. Но мы каждый день согрешаем. Кто говорит, не согрешает? Да, я каждый день есть за что каяться. Вы что, сегодня уже и осудила, и подумала. Я уже за это все... Не о том. Ну, вот теми грехами к смерти, которыми я грешила в доме. Нужно ли их сейчас рассказывать священникам? Можете не рассказывать. Но давайте так рассудим. Священник – это врач. Священник – это врач. Он врачует душу. И вот, допустим, мы где-то жили. Я приехал сюда, и у меня заболели почки. Я иду к врачу. Это новый врач. Он меня спрашивает, какими болезнями болели. Я теперь обратно, что вылечился, буду говорить. Потому что врачу надо знать, какое лекарство подать. Это врач духовный. А если другой будет священник? А что вам бояться? Это раньше исповедовались перед всем народом. Каялись. Чего нам таить-то? Я не знаю, чего таить-то. Как правило, там... Ну, такое, нечистоплотное. Но священник должен знать. Он не разрушает тайны. Это... Если он разрушает, его с него сам снимут. Священник – это тот человек, который слышит и замолкает. Ну, я просто мужу все время тоже об этом говорила, что нужно все-таки исповедоваться. Ну, он очень реагирует, конечно. Священцу дана власть, говорит. Господь, говорит, кому простить и проститься, на ком оставить и оставиться. Сектанты никогда не будут браться за это. А священник говорит, властью, данной мне от Бога, да разрешишься от грехов. А они не могут этого сказать. Бог все. Но Бог так установил, что поставил людей. Поставил. Специально апостолов. А зачем апостолов? Бог мог бы сделать, чтобы все стали верующими. Но он послал их подвое по всему миру. И они образовывали общины. Люди обращались, ставили присвятеров. Я вам называю места какие. Это вольнодумство, когда люди начинают. А что? Как правило, гордость. Нет смирения. Я не спорю в этом с вами. Вообще не спорю. Я бы хотела еще спросить. Просто вы же всех знаете. Тем более, я даже, наверное, слышала, у вас отсюда Беларусь, по-моему, вы говорили. Я что-то, наверное, где-то... Беларусь или что? А ну-ка, повторите, что сказали. Нет, вы просто... Я где-то слышала, что вы же не к московской епархии относитесь. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. Белой эмигрантской, которая за рубежом, оказалось, ушли с Врангелем, там, с этим... Остались они. Это та же церковь, это часть церкви, часть, которая волей Божией оказалась там, чтобы другим рассказать о Боге. А сейчас принято акционическое общение, к нам приезжает митрополит, служит у нас в московской патриархии. Но мы к ней, сегодня, мы не под ней. Я поняла. Я у вас вот почему говорю. Вот вам легко говорить, когда вы себе выбрали, где и что, а где здесь мы чего выберем. А больше нету нигде. Мы единственные два прихода, два, на всю Россию, которые полностью перешли там или перешли куда-то, а мы никуда. Мы как стояли и стоим прямо. Мы никуда не пошли. И у нас хорошие отношения. Мы признаем благодатность московской патриархии, патриарха, епископов. И всем говорим, ходите в церковь. Мы проехали от Тихого до Атлантического океана. Проехали. И везде свидетельствовали людям о Христе Спасителе. Она хочет сказать, к какому священнику ей бы обратиться, если бы... Я знаю вас. Вы же знаете... Нет, я бы не знаю. Ваших священников я не знаю. И поэтому вы сами посмотрите. Какие мы. Вот вы когда придете, допустим, зубной врач. А нет, мне не такое. Нет, тебе лишь бы боль утолить-то. Тут мы начинаем разбираться. Такой, не такой. Тебе не об этом надо думать. Думай о своих грехах. Ему дана власть. И пока он стоит, ты знаешь... Ну, если ты узнаешь, что он какой-то... Явно, что блудник там или вор... Ну, пойди к другому священнику-то. Не соблазняйся. Пока Бог его терпит, потерпи ты, если, конечно, не открытые грехи. Если там уже ложник бывает там... А у сектантов это... У литерантов там полно. Если у православных где-то есть такое... То еще надо знать, так или не так. Бывают оклевещены. Пойди к другому. Мы это знаем, что бывает такое. Апостол Павел об этом говорит. Но определенно сказать, а я знаю, что он такой. Не знаю. Поэтому за это меня Бог не осудит. Мне надо себя исследовать. Не другого. Если он не ущет, он разбойничает, неправильно крестит, я обязан сказать ему. Они не хотят крестить. Ладошкой мокрый задел, крещен, дай деньги. Все неправильно. Но благодать от него не отнимается. Он сам погибший в аду будет. А ты через него можешь получить спасение. Ну, а то крещение в младенчестве, я все-таки же теперь читаю Библию, понимаю, оно действует? Конечно. Конечно. Говорят, а он ничего не понимает. Но крещение прообразовано было обрезанием. А обрезали ребенка восьмой день. Так он ничего не понимает. Тебе не надо рассуждать. Если не будет обрезан, да истребится душа та. Его только убить надо было. Это повеление Божие, не человеческое. Нам надо научиться мыслить критериями Священного Писания, Святой Библии. Бог сказал, вопросов нет. Бог сказал. Сегодня начнешь говорить, начинает умничать. Я должен знать, тебе знать даже сказали один раз, и ты выполняй. Вот вы услышали о пасте, да? Можно будет с мужем позвонить? Можно. Потому что он только, вот из всех, кому я его, он Головина еще слушал, и вас, ну почему-то вот, и стал даже уже советовать смотреть. Ну, Господь положит как? Его как звать-то? Его Змили. Потому что спасение это очень важно. Как звать? Мужа как звать? Андрей. Андрей. У меня племянник Андрей. Да помилует Господь и спасет Андрея и Наталья. Он везде о Боге не останавливаясь разговаривает. Вначале, когда пришел к Господу, то просто по своей вере молился за людей, они исцелялись, ноги переставали гнисть, ходить начинали палочки откидывать. Это вот в начале его веры, это так было, он настолько, и он сейчас нигде не останавливаясь говорит о Боге, где у него в машине песни. Он как будто не вез и подвозит там, но только теперь он уже всем советует, если он православный, православие оставайтесь, то есть он тоже уже вот это, он придерживается. Это церковь. Но для людей он сейчас все делает, что может. Он, например, работает и дает работу людям, у которых большие проблемы. И на работе молятся они о Боге, говорят, Библию читают. Ну вот, есть у него вот эта вот жилка Божья, я понимаю, что только Божья. Хорошо. Но, 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 вот эта вот гордость и тщеславие... Это от сатаны. Сектанское вот это что? Гордость это от сатаны. Надо смириться. Церковь постановила так, я не могу найти хорошего священника, а тебе не поставлено искать. К любому подходи, он обрещен благодатью Божией. И будь доволен, и Господь укажет, как. И вот еще у меня один только вопрос по Писанию был, я вот записала, его забыла. Вот уже спрошу, уже потом с мужем, когда будем, он только пусть. Учение о николаитах, это... Это грешники, оправдание греха. Оправдание греха. Любой грех делает, это особенно часто бывает у православных, у сектантов, одинаково. Бог простит все, я спасенный, я омытый кровью Христовой, то другое. Это николаиты. Ощущение их описано. Это вторая глава Откровения. Ну да, я просто в другом месте о николаитах читала, и там более описано было о том, что разделение большое было на мирян и на... Ну, как Иисус говорит, кто хочет быть больше, быть меньшим. А тут вот это вот... Нет, николаиты это грех, плотской грех оправдывали. Никакого тут разделения не было. Ну, вообще-то я на самые такие вопросы получила ответ. Я бы очень хотела просто, чтобы муж с вами побеседовал. Завтра вы запишите, когда можно заходить. Хорошо. Запишите, в какое время можно по скайпу заходить ко мне. Только сначала напишите внизу в скайпе, а потом я скажу, свободен я или нет. Хорошо. У нас только с двух часов ночи, по московскому времени, запишите, с двух. С двух. У вас карандаш-то есть записать? Да, есть. Запишите. С двух часов ночи до четырех дня. До четырех. До четырех дня, по московскому времени. Угу. По Москве. Вот в это время можно будет заходить. Это наш канал, когда открыты. А остальное у нас там свои дела. Хорошо. Все тогда. Все, до свидания с Господом. До свидания с Богом. Храни вас Господь. Вот так.